А сейчас мы на конкретном примере рассмотрим наполнение библиографической записью. Вы видите сейчас на слайде обложку. Вот представлен учебник Григорьева Маркетинга. Помните о том, что основные сведения мы берем с титульного листа. Да, именно он является предписанным источником информации. У нас есть автор Григорьев. Следовательно, речь пойдет сейчас о библиографической записи. Так есть заголовок. А далее мы будем наполнять первую область библиографического описания, область заглавия и сведений об ответственности. И видим заглавие маркетинг. Заглавие может быть как коротким, состоять только из одного слова, так и содержать какие-то словосочетания, состоять из нескольких предложений. Заглавие является обязательным элементом библиографического описания. Сокращать заглавие нельзя. И приводим мы его в том виде, в каком оно дано, в источник. Далее, через двоеточие мы приводим сведения, относящиеся к заглавию. Запомните, пожалуйста, этим сведением предшествует знак двоеточия. Вообще, знаки предписанной конктуации, они стоят перед тем элементом, к которому относятся. И если нет какого-либо элемента, соответственно, мы не применяем и знак предписанной конктуации. Сведения, относящиеся к заглавию, носят статус условно-обязательного элемента. Тем не менее, для описания порой это достаточно важная информация, что может содержаться в этих сведениях. Жанр произведения, вид документа, сведения, допустим, о переводе. Как правило, именно эти данные. Далее, мы должны поставить косую черту. Именно за косой чертой следуют сведения об ответственности. Первые сведения об ответственности элемент обязательный, обязан привести. Допустим, если бы было здесь два или три автора, мы именно в сведениях об ответственности привели в фамилии всех авторов. Я подчеркиваю, если авторов один, два или три. В этом случае, если авторов больше, мы в дальнейшем рассмотрим, как нам действовать дальше. Помимо автора, мы видим, на обороте титульного листа есть и редактор. Есть редактор. А, конечно, мы запишем редактор. Другой статус, то есть, подчеркиваю, он, Кочкин, является редактором. Поэтому разные сведения мы разделяем точкой с запятой. Обратите, пожалуйста, внимание, на обороте титульного листа приведены какие данные? Ученая степень редактора, звание. Вот эту информацию мы можем опустить. Мы приводим только функцию ответственного лица по отношению к данному изданию. Какая информация здесь еще есть? Как вы видите, есть информация об издании. Издание четвертое и дополненное. Речь идет о другой области библиографического описания, области издания. Сведения об издании являются обязательными. Приводим эти сведения. Обязательные. Первая область отделяется... Первая область, область заглавия, сведения об ответственности отделяется от области издания. Смотрите внимательно. Двойным знаком точка тире. Все, область издания закончилась. Мы закончили ее наполнять и перешли к следующей области. Область публикации, производства и распространения. Какие здесь элементы являются обязательными? Место издания, место публикации. Москва. Посмотрите, пожалуйста. Я записала название города полностью. Не сократить его. Далее. Через двоеточие мы приводим название издательства. Your right. Your right. Запомните, пожалуйста. Издательскую функцию мы, как правило, опускаем. Издательство, издательская группа, издательский дом. Мы приводим только название издательства без кавычек. Галина Витальевна, я видела в описании надпись «издательство АЛГТУ». А Вы сказали, что не приводят. Так нужно или нет? Юлия, запомните, пожалуйста. Если есть тематическое название издательства, мы приводим только его. Но вот в Вашем случае, издательство АЛГТУ, само слово «издательство» – это неотъемлемая часть названия. Конечно, в Вашем случае мы приводим именно таким образом. Издательство АЛГТУ. Или, допустим, издательство какого-либо другого вуза. Академии, университета, различных учебных заведений, конечно же. И место издания, и издательство, название издательства являются обязательными элементами, поэтому должны быть в библиографическом описании. Далее ставим запятую и приводим дату издания – год. Эти сведения являются также обязательными и должны быть в библиографической записи. Следующая область описания – область физической характеристики. Эти сведения также являются обязательными. Мы должны привести эти данные. Погенация может быть, конечно же, приведена как арабскими буквами, так и цифрами, так и ритмами. То есть мы опираемся здесь на сам источник, конечно же. Не забываем отделять одну область от другой двойным знаком – точка и тире. Посмотрев на оборот петольного листа, мы увидели, что здесь есть и данные о серии. Серия «Бакалавр». Указываются эти сведения в круглых скобках. Название серии является обязательным элементом, поэтому, конечно же, в описании мы должны привести данные. Еще одна область описания – область идентификатора ресурса и условий доступности. Что касается международного стандартного книжного номера, вы видите, сейчас есть записи СБН, то этот элемент является обязательным. И при наличии этих данных мы, конечно же, включаем сведения в нашу библиографическую запись. Безусловно. Алина Витальевна, а следует ли приводить ДОИ? Это же условно-обязательный элемент. Вы столкнулись с таким случаем. Да, все чаще публикации имеют ДОИ. Это еще один идентификатор, цифровой идентификатор объекта. Это статус условно-обязательный. Но благодаря ДОИ мы легко можем найти тот или иной документ, тот или иной ресурс. Конечно, приводить следует. Приводить следует. И последняя область нашего описания – это область вида задержания и средства доступа. Я хочу подчеркнуть, что здесь нет обязательных элементов, конечно же. Что здесь присутствует? Основной вид информации, как вы видите, текст. И средства доступа, то есть та информация, которая говорит нам о возможности хранения, передаче, использовании непосредственно в данном случае, то всю эту информацию можно не приводить. Запомните, пожалуйста, если вы будете описывать печатный источник, то, как правило, может быть, обращаясь к каким-то каталогам или банкам данных, вы увидите эту девятую область. Печатный источник, текст непосредственный, электронный ресурс, текст электронный. Допустим, конечно же, помимо текста это могут быть какие-то электронные данные, электронная программа и так далее, и так далее. Вот все эти сведения, все эти данные мы вполне можем не приводить, вполне можем опустить. В любом случае это остается на усмотрение того лица, который составляет библиографическое описание. По крайней мере, в наших рекомендациях мы так и говорим. С сведения можно проигнорировать. Итак, давайте повторим. Библиографическая запись начинается с заголовка. Заголовок может включать помимо имя автора, то есть фамилия, имя, отчество автора, еще наименование организации, допустим, какое-либо унифицированное заглавие, обозначение документа, либо географическое название. Чаще всего, какими могут быть заголовки, помимо фамилии и инициалов автора. Допустим, ГОСТ, когда мы описываем стандарт, ГОСТ, номер стандарта, допустим, ГОСТ R7.0.100.2018, вот, пожалуйста, эта информация и будет заголовком. Либо патент, номер патента, страна и номер международной патентной классификации, в примерах далее, будут так представлены, такие примеры. Еще один вариант заголовка, конечно же. Далее идут области библиографического описания. Первая область – область заглавия и сведений об ответственности. Обязательный элемент – основное заглавие. Через двоеточие приводятся сведения, относящиеся к заглавию. Статус этого элемента условно обязательный, рекомендуем приводить. За косой чертой следуют сведения, относящиеся, сведения об ответственности. Первые сведения об ответственности – обязательный элемент. Последующие – условно обязательный элемент. Отделяются перед последующими сведениями. Мы ставим точку с запятой. Далее идет область издания. Мы приводим сведения об особенностях данного издания по отношению к предыдущему. Если этой информации нет, соответственно, конечно же, мы не приводим. Посмотрите, пожалуйста, на слайде представлена еще одна область – специфическая область материала или вида ресурса. Мы при составлении нашего примера проигнорировали эту область. И вот почему мы приводим в этой области сведения только о нотных или картографических ресурсах, что, скорее всего, не встретится в реальности. Поэтому мы и опускаем эту область. Далее идет область публикации, производства и распространения. Обязательными здесь элементами являются место издания, публикации. Далее мы ставим двоеточие, приводим название издательства. Опять же, этот элемент обязательный. Через запятую указываем дату публикации, производства, год. Все это обязательные элементы. Затем идет область физической характеристики, то есть объем, элемент обязательный, приводим. Далее, естественно, идет область серии. Приводим в том случае, если мы нашли данные сведения. Затем идет область примечания. Что касается печатных источников, то, как правило, данная область не используется. Другое дело, если речь идет об электронных ресурсах. Вот здесь все сведения, практически все сведения, которые являются, которые можно в эту область заключить, эти все сведения являются обязательными, либо условно обязательными. Естественно, мы приводим, конечно же. Далее следует область идентификатора ресурса и условий доступности. И последняя область – это область вида содержания и средства доступа. Вполне себе можем опустить эти данные. Галина Витальевна, такой вопрос. В каждом ли описании должны быть все области? Ну да, когда мы сейчас рассмотрели и привели примеры всех областей, какая информация здесь присутствует, сразу возникает легкая паника. Где же брать эти сведения? Конечно, когда мы, допустим, описываем конкретные источники, какие-то отдельные ресурсы, сведений, некоторых сведений, может и не быть. Опускаем. Опускаем эту область описания, просто не применяем ее. Теперь все понятно. Да, Юля? Да. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...